Проживаю я в Анапе, а сейчас нахожусь в Вологодской области у подруги. У меня такая же ситуация, как у вас. Здесь я в частном доме, здесь тоже достали, но не так агрессивно, как в Анапе это происходит в квартире. У меня причиной является моя недвижимость. Я в мае месяце была в отъезде, и у меня было проникновение в квартиру. После этого мой брат, который сейчас проживает в Алтайском крае, город Белокуриха, позвонил мне и спросил, не отдам ли я ему одну из квартир. На что я ему ответила, нет, зарабатывай сам. Потому что 18 лет назад я ему уже давала денег на двухкомнатную квартиру, он все промотал. И в результате совместной жизни в первом браке с супругой нажили машину, он тоже ее в ломбард заложил. Ну, в общем, вот такой мод. А когда он все промотал, пришел ко мне, весь в долгах. Я его жить пустила в свой дом, место рабочее ему предоставила в магазине. Ну, у меня отдельчик там небольшой был, я была предпринимателем. И проплатила учебу ему в юридическом. Он там познакомился, видимо, связи обрел, которые теперь используют против меня. И средства, естественно. Магазин ему оставила на комфортных условиях. По договору он мне там определенную сумму должен был выплатить. Но он и не хотел выплачивать, я это чувствовала. Ну, как бы думаю, ладно, магазин же я ему все равно планировала оставить. Но вот такая благодарность у него. Он организовал вот это вот все. И я так чувствую, что у меня-то два пути. Либо кладбище, либо психушка. Потому что уже два раза сердце, как будто я ушла в санаторий. Думала, подлечусь. Они и там поселились, вверху. И сердце в первую ночь же в санатории, как будто вырывали. Я проснулась от хрипа. То есть, видимо, планировали сделать инфаркт. Естественная смерть. Что, удобно же. Ну, вот так. И здесь вот даже, хоть частный дом, но здесь тоже в сердце вмешательство было. Я вот так же ночью проснулась от того, что как будто пронзили мне чем-то очень колючим и горячим сердце. Ну, слава Богу, ангел-хранитель, наверное, будет меня в такие моменты. Ну, вы там просите всех объединяться. А как это сделать? Я бы объединилась с кем-нибудь. Пусть бы ко мне кто-нибудь приехал в Анапу. Жить комфортно там. Не знаю даже, что добавить. Но так же, как у всех. Ноги разогревают практически каждую ночь. Внутренние органы. Почки, печень, кишечник. То все тело огнем горит. Область сердца практически постоянно горит. То спереди, то сзади. В аэропортах везде за мной ходят с телефонами. У меня очень много фотографий я могу скинуть. Я их фотографирую. Многие убегают, многие не успевают убегать. Но телефон отвезти успевают. Что еще добавить? Не знаю даже. Но с глазами проблемы почти постоянно. То пелена какая-то перед глазами. Про чипы не знаю. Но находят меня везде, даже без телефона. Правоохранительные органы обращаюсь постоянно. В полицию можно даже не ходить. Там все, по их выражению лиц, видно, что все заинтересованы. В прокуратуру два раза в Анапу писала. В генпрокуратуру два раза писала. А все отправляют туда. В краевую написала, уехала. Вот сейчас приеду, пойду узнаю. Ну опять отписки, наверное, будут. Все шлют отписки. Отписок, наверное, у меня штук 20 уже, как не больше.